Эфир, да. Вот так, слава Богу! Слава Иисусу Христу! Слава Богу Святому! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись. Братья и сестры, вот буквально через 45 минут я буду делать прямую трансляцию на Ютубе. Приветствую, Руслан Грицев. Да, приветствую, братья, я вижу, подключаются братья, сестры, и сегодня было замечательное служение, я сейчас готовлюсь к эфиру, и вот решил воспользоваться мир вам, да, мир, мир Божий, слава Богу! Решил воспользоваться вот этой сейчас минутой, и подготовительной такой молюсь, читаю Божье Слово, значит, и размышляю над Божьим Словом, и, знаете, в таком, как это сказать даже правильно, в таком блаженном, знаете ли, вот этом переживании, собора, потому что я вот буквально только недавно приехал на квартиру, все это время был, значит, там у нас, на Кловской, братья привезли меня, значит, и вот завтра у нас будет продолжение, будем здесь делать заседания такие, соборные собрания. Кстати, Руслан, если получится, приезжай, если нет, то тогда уже увидимся уже в ваших краях, я думаю, Бог усмотрит во Львове мне быть, во Львове, именно, значит, одним словом, встретимся у Кифы, место встречи изменить нельзя, слава Богу, да, значит, и, друзья, братья, сестры, сегодня был замечательный собор, вот, и размышляя над Словом Божьим, который звучал на соборе, отец Алексей Прошак, наш благочинный, он открывал собор, значит, Словом Божьим, чтением из 102-го псалма, зачитывая псалом в молитве, знаете ли, и завершение собора тоже было чтением Слова Божьего, и одно из таких вот основных посланий было именно как раз соло-скриптура, вначале было слово, я извиняюсь, тоже, да, Аллилуйя. Алло, Сергей? Да, да. Здравствуйте, Владислав, вы на благословение, вы программировали в стиле? Да, 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 все в стиле, да, спасибо. Да, да, смотрите, значит, это я выезжаю, Да, хорошо, ну, я извиняюсь, сейчас немного занят я, да, давайте созвонимся попозже, я ваш номер теперь определил, да, у меня он сохранен теперь. Да, спасибо, спасибо, спасибо. Вот, я ждал звонков от наших служителей сейчас, но позвонил другой человек с Блаблакар в поездку. Ну, да, так, удобно передвигаться, Блаблакар, да, значит, особенно для миссионера, это, как бы, такое, как сказать, очень хорошее средство передвижения, потому что и в разы дешевле, недорого, значит, и доступно, и плюс еще имею возможность благовествовать людям по дороге, молиться за людей, за исцеление, молиться покаянием, молитвой. Вот, я это очень люблю, приводить людей к Иисусу, это любимое мое занятие вообще, слава Богу, да, вот, благослови душа моя Господа, Псалом 102, аминь, аллилуйя, сестра, да, и вот, возвращаясь к тому, я думал, сейчас кто-то из наших служителей позвонил, но, я думаю, что отец Алексеевич позвонит еще, и попрошу его тоже благословить в эфире, но, правда, он, наверное, будет позже звонить, потому что сам эфир, он через полчаса, через 40 минут, точнее, на моей странице, на моем канале на Ютубе, там будет эфир, а здесь вот я пробую сделать эфир вот именно, значит, на Фейсбук, вроде как получается, да, кто, значит, я так понимаю, меня слышно, видно, ну, я себя вижу, по крайней мере, вот, и я полагаю, слышно, раз вот комментарий такой, что, значит, из Псалма тоже, потому что я делал предыдущие пробные такие включения, но как-то не получалось у меня что-то со звуком, да, Ирина или кто там из братьев, сестер, там, вы как-нибудь сообщите, слышно, и насколько хорошо слышно вообще вам сейчас меня, вот, учусь, учусь делать такие эфиры, но я еще, вот, включаю камеру, прямо надо, вот, телефон, он еще, вот, камера, вот, делаю записи, вот, сегодняшние записи я, кстати, еще не выложил, я постараюсь в ближайшее время на Ютуб, на канал свой загрузить эти видео, думаю, будут очень назидательны, этот собор, сегодняшний собор, он действительно вселенский, потому что, во-первых, события вселенского масштаба, во-вторых, а, слышно, да, спасибо большое, сестра, во-вторых, это события, 500-летие со дня начала реформации и обновления мирового христианства, это события, так или иначе, касающиеся всего христианства, знаете ли, нет, на земле ни одной конфессии, что мы православные, что протестантские, ну, протестант, там, говорит, сам Бог велел вообще, вспоминать это, вот, католические церкви, традиционные православные церкви, да, еврейская мессианская община Харькова, шалом, Андрей, шалом, аминь, благоставление, благоставляю вас тоже, харьковским святым всем радоваться, шалом, я, кстати, в следующий шаббат, в полнолуние Хешвана, да, значит, буду, не Мар Хешван, а мы провозглашаем Бару Хешван, благоставенный Хешван, в Мессии Ишуа, и вот всем мессианским верующим Харькова, привет огромный, вот, и в следующий шаббат я буду проповедовать, даст Бог, в Одессе, в Одесской еврейской мессианской общине, значит, так что готовились тоже к этой поездке, но это будет пятница, суббота, шаббатцам я буду там встречать следующий, а вот по поводу собора, мы касались также еврейского вопроса, Андрей, и вот кто братья подключились, послушайте внимательно, очень важные, мы коснулись таких, очень важных тем сегодня на соборе, я думаю, что завтра и послезавтра на заседаниях соборных мы еще не раз и не два коснемся этих очень болезненных тем для тела Христова, знаете ли, где оголенные нервы порой, и вот такая проблема с оголенными нервами, и в общем-то очень серьезная проблема в теле Мессии, в теле Христа, в Церкви Христовой, это проблема антисемитизма, и вообще тема как межнациональных отношений и вражды, межнациональной, как таковой, да, слышите, слава Богу, да, прекрасно, так вот, и, конечно, наша Церковь, она ярко направлена сионистская, ярко направленная, она произраильская, проеврейская, мессианская, я сам как служитель православный реформатор, евангелист, православный обновленец, но также с превеликим удовольствием служу мессианским общинам, синагогам, собраниям, потому как, ну, я сам наполовину, по крайней мере, еврей, по отцу своему, по матери, а тоталин, значит, и мусульманская культура, и еврейская культура мне очень близки, я стараюсь проповедовать и иудеям, и мусульманам Слово Божье, и будучи православным христианином, будучи по своим убеждениям, по призванию от Господа, я несу Слово Божье христианам, православным, да и всем, 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 потому что всем должен, мы всем должны действительно эту взаимную любовь оказывать, которую нам оказал всемогущий Бог, и горе нам, если мы не благовествуем. Вот, и вот эти темы обозначены проблемой антисемитизма и межнациональной вражды, всякого рода нацизма, значит, фашизма и прочих проблем этих. Я убежден, что у церкви Христовой, в Евангелии Христовом, есть ответ и есть решение этих проблем. В Божьем Святом Духе есть ответ на эти нужды, есть решение этих проблем. И в истине Божьего Слова, ведь написано, и познайте истину, и истины сделают вас свободными. Аминь. Вот так вот, сейчас ожидаю эфира. Так, да, через полчаса будет подключение, заходите на мой канал на Ютубе. Вчера вечером получилось у меня делать эфир, слава Богу, наконец-таки получилось. Вот, и сегодня пробую и на Фейсбуке сделать эфир. Как вижу, получается, слава Богу. Огромное спасибо всем, братья и сестры, за молитвы, за поддержку православной реформации, потому что действительно православная реформация неотделима от реформации вообще всего мирового христианства. Молясь за православную церковь, я, как христианин, я молюсь за всю церковь, за всех христиан, независимо от конфессии, динаминации, потому что прославляется ли один член, все тело прославляется, страдает ли один член, все тело страдает. Вот, и это, кстати, на соборе я тоже подчеркивал, что церковь Иисуса Христа, она одна, что Господь действительно основал свою церковь, она едина и неделима, хотя есть и разные собрания, понятно, и, в общем-то, разные конфессии, динаминации, там сотни, может быть, даже тысячи различных таких направлений христианства, но тело одно, и дело у нас одно, Божье дело, и тело Иисуса Христа, Божье тело, слава Иисусу Христу. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, сейчас тоже, наверное, созвонюсь с отцом Алексеем, чтобы он звонил в эфире, но не здесь вот на Фейсбуке, а вот уже в эфире на Ютубе, на канале, чтобы и его голос благословенный прозвучал, тоже благословение его, и также, надеюсь, значит, где у нас братья еще, кто в сети сейчас? Да, подключится, и завтра, также здесь будут со мной священники некоторые нашей киевской архиепископии, будем вместе молиться, пишите о ваших нуждах, пишите, чем мы можем быть полезными, в чем мы можем быть, как братья, вот, значит, за что помолиться, вот, значит, это очень важно, потому что, когда мы выносим во свет, то действительно, вот, ну, божьи, не знаю, божьи ответы, они не заставляют себя очень долго ждать, я в этом убедился много ждать, вот, я вынес во свет тоже и нужду и нашей вот семьи, и не раз, и не два уже тоже на видео, можете посмотреть как раз вот мои вот эти обращения, значит, по поводу молитвы за семью, здесь немного компьютера зависит, честно говоря, к сожалению, да, и кто в Киеве, слушайте, значит, ну, во-первых, сегодня вечер это одно, завтра и послезавтра будут тоже подключения, но не на фейсбуке, а может быть, на фейсбуке тоже попробую сделать пару включений накануне, перед тем, вот так, как сейчас, допустим, почему бы и нет, но в 18.00 будет включение завтра и послезавтра, так же, как вот и сегодня, на канале Ютуба, Бишоп Журавлев, там набираете и попадаете на трансляцию, в 18.00, готовьте ваши вопросы касательно реформации христианства и деформации христианства, потому что сегодня тоже я касался этих тем и реформации, и деформации, и вот сегодня пусть Господь благословит нас в эту эпоху великой деформации окончания и начала великой реформации. Пусть Бог благословит нас в это время великой реформации, действительно, потому что деформация – это деградация, это отступление от Слова Божьего, это отступление от истины, от здравого смысла, А реформация – это покаяние, исправление, возвращение к корням, к истокам, к основанию своему. Реформация – это именно еврейское слово «чува». Да, вот если кто из мессианских слушает меня сейчас, или кто интересуется вообще библейским языком, евритом, то вы должны понимать, что это действительно очень сильное слово «чува». «Чува» обычно мы переводим как «покаяние». Но «чува» – это не просто покаяние, потому что покаяние – тоже слово, знаете ли, оно порой в устах разных людей имеет разное вообще смысловое значение. Но, значит, и люди порой чаще всего покаянием называют то, что покаянием в библейском смысле слова этого не является, в общем-то, чего греха таить. Значит, и, значит, так вот, «чува» – это не просто покаяние, раскаяние, да, как раскаяние, как сожаление о грехах, допустим, да, а «чува» – это возвращение к Богу, прийти в себя, вернуться домой, к Отцу, пир на весь мир в Доме Отца – это все «чува». И очень хорошая иллюстрация, сегодня вечерком, вечерком прочтите, пожалуйста, я и слово Божье как раз тоже вот зачитываю фрагменты эти, значит, о «чуве», как раз, о покаянии. И вот самый такой хороший пример как раз покаяния – это рассказ о блудных сыновьях, значит, или, как мы обычно говорим, о блудном сыне, хотя там, по сути, говорится о, значит, двух блудных сыновьях. Просто один был покаявшись, а другой, как бы, так и не захотел взойти в дом Отца своего, к сожалению, оставаясь вроде бы с Отцом в Доме, значит, внешне, как бы не отступая, но сердце его казалось очень-очень далеким от Отца. Оно было с друзьями где-то, с козленком, где-то там на пирушке, значит, на мальчишнике каком-то. Вот так вот. А тот бедолага младший, который ударился о самое дно, вот его мы обычно называем «возвратившимся блудным сыном». Вот. И потому как в этой притче очень четко показано, что покаянию нужно всем. И оставшимся, и, значит, отступившим, и еще неизвестно порой, кому проще каяться, осознать грехи и вернуться, прийти в себя, истрезвиться, и прийти, значит, к Богу, вернуться домой, к Отцу своему. Одного учителя как-то еврейского спрашивали, мудреца древнего спрашивали, когда придет Мессия. Ну, в принципе, об этом спрашивали многих мудрецов и давали очень разные мудрецы еврейские ответы. Этот иудейский учитель сказал так, Мессия придет, Машия придет, когда покаяются праведники. Очень сильно сказано, да. Хорошо, слава Богу, благословение Господне всех вам. Сейчас уже прямой эфир начнется через 28 минут. Осталось немного времени, мне нужно еще сейчас разобраться с компьютером, чтобы не было никаких задержек. В трансляции никаких не было ошибок. Вот, если, не дай Бог, ну, как бы, мало ли, все может быть, как бы, да, если что-то не получится с компьютером зайти, то я вот тоже воспользуюсь как раз телефоном, значит, войти, значит, тоже, значит, в прямую трансляцию. Пусть Бог благоставит вас всех. Да, и если вы в Киеве, то, значит, приглашаю тоже на молитву, молитву, сейчас, 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 молитву, молитву, молитву и, значит, ночную молитву. Ну, или вечером придите, если вы, допустим, там, днем не можете, вернее, ночью не можете всю ночь быть, то у нас, допустим, вчера, сегодня одна сестра подошла в церкви и говорит, что она не может на всю ночь прийти, но, значит, вечером будет, там, хотя бы пару часов, думаю, слава Богу, нет, сейчас телефона нет у меня под руками, не найду, наверное. Ялта, Ялта, так, короче, я выставлю чуть позже, найду телефоны наших служителей, в частности, вот, значит, отца Алексея Прошака и поставлю на страницу для контакта. А, в принципе, внизу, там, если в ленте моей посмотрите, там, служение Кловское, Первомайского 6, значит, город Киев и контактный телефон, там, 067 и дальше, там, вот это, как раз, телефон, значит, нашего благочинного здесь, в Киеве, отца Алексея Прошака, вот, можете ему звонить, как раз, по этому номеру, так что, если ленту вниз, там, чуть пониже прокрутите, вы найдете, как раз, вот, но я постараюсь еще чуть-чуть позже выставить, уже после эфира, наверное, потому что сейчас уже времени не остается на подготовку. Благоставляю всех вас, возлюбленные во Христе, братья, сестры, благоставляю именем Господнем, да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу, благоставение Господне всех вам, мир всем, слава Богу, аллилуйя, аллилуйя, благоставляю из города Киева, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев. Вот, здесь даже, оказывается, можно публиковать после трансляции, вот, я этого не знал, такой функции, но вот, учусь, слава Богу, теперь такой продвинутый архиепископ. Да, слава Богу, благоставляю всех вас, ну, на всякий случай камеру включаю, чтобы была запись, тем более на камеру она будет и по качеству намного лучше, конечно же, благоставение Господне всех вам. И также делаю, когда буду делать на Ютубе трансляцию, тоже буду делать подстраховывающую такую запись, значит, на камеру. Мир всем вам! Аллилуйя, аллилуйя!